Всем привет! Вы на канале Найсбрикс! Мы продолжаем готовиться к Новому году и сегодня у нас LEGO Creator Expert Мастерская Санта На коробке изображена сама мастерская возрастное ограничение набора 12+, артикул 102.45 название Санта's Workshop и количество деталей 883 Сбоку мы видим Санту и Миссис Клаус в масштабе 1 к 1 а также детали этого набора С другого бока мы видим всех персонажей этого набора Сзади мы можем увидеть, чем же занимаются наши эльфы а также Санта и Миссис Клаус А теперь откроем коробку Внутри у нас инструкции и наклеечки Наклеечки инструкции у нас 2 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 5 птицков и 2 палочки теперь приступим к сборке и 4 5 6 7 6 7 8 9 9 10 10 тех 10 11 12 12 12 16 17 20 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мастерская собрана, но рассмотрим ее попозже. Сначала посмотрим на мини-фигурки. Начнем, конечно, с главного героя этого набора – Санта-Клауса. Санта одет в красный костюм. На голове у него красная шапка с белым мехом, на руках белые варежки, в руках красный мешок с подарками. Санта-Клаус такой же, как и в сезонном наборе «Визит Санта». Теперь посмотрим на его жену, миссис Клаус. Ее седые волосы заделаны в аккуратную красивую прическу с косами. Она одета в красно-белое платье. Миссис Клаус часто готовит, поэтому на ней надев передник или фартук. И в кармашке мы видим две карамельные тросточки. Также в ее руках мы видим тарелку с печеньками и с леденцами. Но если кто-нибудь из эльфов стащит печеньку, миссис Клаус начинает сердиться. И ее лицо выглядит уже не таким добрым, как раньше. И перейдем к эльфам. Первый эльф у нас в зеленом комбинезоне. Как и у всех эльфов, у него заостренные ушки. На голове зеленый колпак. На его лице мы видим легкую улыбку. Он одет в красную клетчатую рубашку и в зеленый комбинезон. У следующего эльфа мы видим на лице ухмылку. Он одет в голубую рубашку, а также в синий комбинезон. В кармане комбинезона мы можем увидеть ножницы и карандаш. Эльф в полосатой кофте выглядит счастливым. На лице его улыбка, а также милые веснушки. Он одет в синюю полосатую кофту. Голубые штаны. Также на кофте мы видим красную бабочку. Последний эльф одет в клетчатую темно-синюю рубашку. На ногах у него красные штаны. Этот эльф выглядит тоже счастливым. Он широко улыбается. Но если его кто-то обидит, то он может заплакать. У Санты много помощников. И вот одни из них. Это олени. У них забавные мордочки и ветвистые рога. Сзади маленькие хвостики. А на спине мы можем заметить шерсть. Кроме четырех оленей у Санты есть еще один. Это маленькие оленя. Рога его еще не выросли. И сам он небольшого роста. Пока взрослые олени помогают Санте развозить подарки, олененок может играть с эльфами. Чтобы подарить подарки каждому ребенку, у Санты есть красивейшие сани. Сани выполнены из красного дерева. Внутри они обиды зеленым бархатом. Золотые элементы и полозья придаются о нем сказочный вид. Сзади есть два черных фонаря и место для подарков, куда Санта уже уложил все свои подарки. У Санты замечательное зеленое кресло. Расположившись в нем, он может управлять своими оленями. У оленей на упряжке тоже есть золотые элементы. На конвейерной ленте мы видим приборную панель с рычажками, рулем и какими-то датчиками. Также сверху есть какая-то крутящаяся сирена и два огонька, зеленый и красный. Также две трубы. На конвейерной ленте мы видим две готовые игрушки. Это самолет и машинка, которые отправятся дальше в упаковочный центр. Рядом с мастерской Санты есть небольшой указатель, украшенный рождественским венком. И по надписи на этом указателе мы понимаем, что это Северный полюс. Красиво наряженная елочка создает праздничную атмосферу и радует глаз. Санта со своими помощниками-эльфами тоже нарядили елочку и поставили ее рядом с мастерской. И наконец-то посмотрим на мастерскую. Мастерская очень красивая. На крыше лежит белый снег. Эльфы украшают крышу красивой гирляндой. Над основным входом мы видим красивые большие часы. Сбоку мастерской есть табличка Санта-Своркшот, значит мастерская Санты. И также висит под ней фонарь. Рядом с основным входом стоят две карамельные тросточки. В двери мы видим воткнут золотой ключ. Красивый элемент двери это резное окошечко. Открываем дверь и видим коврик с надписью Welcome Ho Ho Ho. Добро пожаловать домой. В мастерской очень красивые золотые резные окошечки. Вторая дверь похожа на первую. Но окошечко уже не резное, а просто деревянное. Сбоку мы можем увидеть интересный фонарь. А также место, где наши олени могут покушать свежие травки. Рассмотрим мастерскую внутри и начнем с рабочего места эльфов. У эльфов есть два инструмента. Это молоток и гаечный ключ. На столе стоят две баночки с краской. Фиолетовый и оранжевый. На клеенке лежит гитара, которую эльф собирается покрасить. Рядышком стоит свеча. На стене рядом с дверью висит список дел. И мы видим, что почти все задачи выполнены, кроме одного. А также мотиватор эльфов, где написано «Санта Ницью», то есть Санта нуждается в вас. Мы посмотрели на рабочее место эльфов. Теперь посмотрим на рабочее место Санты. Начнем с первого этажа. Мы видим золотую лестницу, ведущую на второй этаж. Также видим издалека коврик, с которым мы уже познакомились, и камин. В камине мы видим горит огонек, а над камином висит фотография. Это семейная фотография Санты и миссис Клаус, где они отдыхали в теплых странах. Поднимаемся по лесенке на второй этаж и видим кабинет Санты. На столе лежит гора писем. Также стоит желтая кружка и горит свеча. Рядом стоит красивое кресло. Оно, наверное, очень мягкое и удобное. Так же, как и Саня, оно украшено золотыми элементами. Санта, расположившись в кресле, так сочетается письмами, что забывает даже пообедать. Поэтому миссис Клаус приходится подниматься наверх и угощать мужа конфетками и печеньками. Мы рассмотрели весь набор, теперь можем подвести итоги. Набор классный. Очень красиво выполнена мастерская. Очень много золотых резных элементов. Красивые большие часы. И, конечно же, мини-фигурки. Если Санта Клаус у нас уже был, то не было миссис Клаус, а также не было эльфов. Они очень забавные и нам понравились. Сначала оленя нам показались довольно странными. Но сейчас они кажутся достаточно милыми. Единственное, что не понравилось, так это наклейки. Их было немного, 5 штук. Но приятнее было бы, если бы это были принтованные детали. В следующий раз мы покажем вам новогодний магазин игрушек. Надеемся, что он будет таким же интересным, как эта красивая мастерская. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. С вами были Жека и Смешинка. Пока-пока!